МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь пассажиры могут понять, что все, что раньше было связано с железной дорогой, теперь стало прочнее, быстрее и современнее. Представьте какой-нибудь небольшой поселок в Тайге, в Сибири, который кроме телевизора ничего не видел. У них ни музеев, ни выставок, ни библиотек нет. Сюда приходят познать это все. Видимо, это очень интересно. Изменения коснулись всего, начиная от строения и обустройства самого поезда, заканчивая шпалами. Благодаря развитию нанотехнологий, последние в скором времени начнут изготавливать из композитных материалов, говоря проще, из переработанных пластиковых бутылок. Для их установки не требуется никакого специального оборудования, электроизолирующих элементов и амортизирующих прокладок. Более того, такие шпалы в разы прочнее традиционных. Они не подвержены разрушению дниения, плесени, насекомых и влаги. А это может существенно сократить количество аварий на железнодорожных путях. Перед вами представлен стационарный путевой рельсосмазыватель. Предназначен он для смазывания боковой поверхности верхней головки рельса. Сама система автоматики питаться от аккумулятора. Аккумулятор заряжается от солнечного модуля. То есть такая автоматизированная система позволяет экономить в год до 150 тонн дизельного топлива с одного локомотива, увеличивать ресурс колесных пар, ну и также самих рельсов. Современные технологии позволяют сэкономить даже на заработной плате машинистов. Это устройство – ни много ни мало роботизированный машинист. Полная копия системы автопилотирования, используемой в авиации. Система позволяет машинисту управлять поездом в одно лицо без участия помощника. Так как система управляет полностью всей тягой локомотива, всеми видами тормозов, рассчитывает оптимальный график движения поезда, учитывая профиль пути, учитывая вес, длину состава, показания светофоров и всю информацию записывает на специальный съемный флеш-накопитель, который охватает приблизительно на 4000 километров поездки. Если вопросы безопасности вас не особо тяготят, а вот комфорт на первом месте, обратите внимание на современные вагоны. В новых поездах даже привычные тамбуры – почти произведение цифрового искусства. Теперь даже переход между вагонами осуществляется по нажатию всего одной кнопки. Двери автоматические, а значит шум, запах и сквозняки больше не проблема. Для тех, кому достаются билеты на боковой полке у выхода. Бурлящий жизнью вагон-ресторан – тоже прошлый век. Встречу с главным партнером и серьезный разговор по душам отныне можно организовать еще до прибытия к месту назначения. К услугам пассажиров вагон, оборудованный по всем правилам и требованиям современных конференц-залов. Вместо окон – жидкокристаллические панели. По центру вагона – широкоформатный 3D-телевизор. На случай, если вам захочется просмотреть или показать видео в формате 3D. Из приятных мелочей – высокотехнологичный потолок, выполненный в форме интерактивной модели «Звездного неба». Работает все на светодиодах с низким энергопотреблением. Далее вот перед вами представлено светодиодное освещение на ригелях. Сейчас очень эффективно используется вообще это все освещение на железнодорожных станциях. Так как светодиоды более долговечны, более экономичны в своем использовании и вообще сроки службы светодиодов достигают до 50 тысяч часов. Производятся вот такие светофоры. То есть внутри находится светодиодная матрица линзового типа. То есть, во-первых, хорошо для безопасности движения, ну и, во-вторых, также идет экономия электроэнергии. Высокоскоростные поезда – отдельная тема разговора. С недавних пор они перестали быть скорым будущим и стали настоящим российских железнодорожников. Прокатиться от пункта А до пункта Б на скорости до 300 км в час сегодня может каждый. Нужно всего лишь приобрести билет на соответствующий поезд. Сапсан может провести вас через Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. Высокоскоростной электропоезд «Ласточка», впервые проявивший себя во время 20-х Олимпийских игр в Сочи, теперь колесит по всему Краснодарскому краю. А современный поезд «Аллегра» курсирует, пожалуй, по самому интересному маршруту – Санкт-Петербург, Хельсинки. Что касается Самарской области, то она до столь современных технологий пока не доехала. Добраться до столицы жителей региона пока могут только по старинке. Зато Саратов, Пензу или Саранск уже сегодня можно посетить на скорую рупу. С Самарой все эти города связывает полигон скоростного пассажирского движения со скоростью от 160 до 200 км в час. Но это до поры до времени. В запасе железнодорожников накопилось уже столько наработок и инноваций, что их не то что в жизни воплотить, даже в вагоне музея выставить сложно. Можно многое еще включить, но дело в том, что нужно добавить еще столько же 12 вагонов. Ни одна станция нас просто не сможет принять. Продолжение следует...